В Шадринске массовое отравление шаурмой и некачественным фастфудом отравились 28 человек, 11 госпитализированы в больницу. По данным администрации Шадринска, отравление произошло в одном из павильонов общепита. Сейчас Роспотребнадзор проводит проверку. Власти города держат ситуацию на контроле. В Заурале от укусов клещей пострадали уже 4069 человек, четверть укушенных дети. Привитые от клещевого энцефалита оказались лишь 562 пострадавших. По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 14 случаев энцефалита и 5 баррелиоза. Противоклещевые обработки проведены в скверах, парках, на кладбищах и стадионах. Отметим, что проверить клеща на зараженность можно только в лабораторных условиях. Позаботься о санях летом, а о телеге зимой говорят русские люди. Добавим, о будущем позаботиться лучше сейчас, даже если до пенсии еще далеко. 13 сентября в Курганской области пройдут выбор в областную думу. Что мы наблюдаем уже сегодня? Как говорится, на манеже все те же. Из года в год курганцы голосуют за одних и тех же персон, отдают свое доверие и власть, а взамен не получают ровным счетом ничего. Пора самим позаботиться о себе. Партия пенсионеров – та сила, на которую можно опереться. Это новое политическое объединение, не избалованное высокими зарплатами и привилегиями. Это тот самый народ, о котором важные чины говорят с трибун. Это пенсионеры, предпенсионеры, их дети и внуки. Для регистрации этого всенародного объединения в Курганской области состоялись пикеты по сбору подписей в поддержку партии пенсионеров. Пикеты прошли в течение недели во всех районах области. Курганское региональное отделение партии пенсионеров за социальную справедливость закончило сбор подписей. Спасибо всем волонтерам, спасибо всем сборщикам подписей, спасибо всем, кто подписался за возможность нашей партии участвовать в выборах 12 сентября. Это наша первая победа и будут новые. Всего доброго. В Кургане на улице Пугачева произошел крупный пожар. 10 июля горел бревенчатый нежилой дом, а также частично веранда и кровля соседнего жилого дома. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Курганской области. Благодаря оперативности огнеборцев пожар удалось потушить и не допустить распространения огня на другие дома. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Кроме того, пожарные спасли пса, который сторожил один из вспыхнувших домов. Всего в ликвидации крупного возгорания задействовали 35 человек личного состава и 6 единиц техники. В настоящее время причина пожара устанавливается. В Кургане девушка упала с верхнего этажа высотки. По предварительным данным, она выпала с общего балкона на 17 этаже. Девушка приземлилась прямо на припаркованную рядом с домом машину. После падения пострадавшая еще несколько часов была жива, ее госпитализировала скорая помощь. На следующее утро она умерла в больнице, сообщает СУСК России по Курганской области. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины страшного происшествия. Справки об отсутствии коронавируса больше не нужны. Все приезжающие в Курганскую область могут прибыть в регион, не делая тесты. Такое решение принял оперштаб по борьбе с COVID-19. Там пояснили, что не хотят усложнять людям жизнь, особенно в разгар отпусков. Стоит отметить, что число больных коронавирусом в Заурале растет очень быстро изо дня в день. И хотя справки отменили, масочный режим по-прежнему в действии. В Курганской области новое послабление ограничений. По решению оперштаба региона с 10 июля открывают общепит. Кроме соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, организациям придется выполнять еще ряд строгих правил. Работа общепита до полуночи, прием посетителей только по предварительной записи, социальная дистанция в полтора метра, за одним столом не больше восьми человек. Запрещено проводить банкеты и концерты, за исключением поминок. За нарушение правил гражданам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам от 10 до 15 тысяч рублей, предпринимателям от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам от 100 до 300 тысяч рублей. В Кургане запретили посещение городских лесов. Ходить и ездить в леса нельзя с 9 по 29 июля. На въездах выставят запрещающие аншлаги, территории будут патрулироваться. Что касается посещения голубых озер, расположенных в лесу, отдыхать там можно. Но разводить огонь и жарить шашлыки нельзя, сообщили в администрации города Кургана. В Кургане в этом году отремонтируют 33 многоквартирных дома. В ходе ремонта заменят штукатурку, отремонтируют карниз, сделают обшивку балконов и покрасят фасады. Сейчас уже идет ремонт фасадов домов номер 17, 17А, 19 по улице Гагарина, номер 193 по улице Кольмиготина. Все работы производятся за счет средств из областного бюджета. В Заурале чуть не сгорела целая деревня. Страшный пожар случился вечером 8 июля в деревне Передергина Китовского района. Горели два жилых дома и постройки по улице Одина, сообщает МЧС региона. Тушение осложнялось сильным задымлением и большой площадью пожара 700 квадратных метров. Благодаря оперативности пожарных удалось избежать распространения огня на соседние дома. Всего в тушении пожара от МЧС России задействовали 37 человек и 13 единиц техники. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в одном из сгоревших домов. Тюрьма за дровишки. 64-летний житель села Сартабдрашево Сафакулевского района попался на незаконной рубке деревьев. Пенсионер для личных нужд рубил 32 березы объемом около 12 кубов. Ущерб составил более 65 тысяч рублей, сообщает ОМВД России по Курганской области. Полицейские изъяли у злоумышленника бензопилу, трактор с прицепом и незаконно заготовленный лес. Задержанному грозит до 4 лет тюрьмы и штраф от 150 до 300 тысяч рублей. Пандемия захватила мир и спутала все планы, но она дала нам возможность стать ближе друг к другу. Не стоит забывать о своевременной оплате коммунальных услуг. Важно оплачивать услуги резового смусора своевременно и жить в чистом городе. Чистый город. Чистое будущее в чистом настоящем. МЧС России предупреждает. Не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Скидки на лекарства до 35%. Только до 27 июля сразу в двух новых аптеках Живика на Ленина 21 и проспекте Машиностроителей 2 скидки на популярные лекарства до 35%. И 50 рублей бонусами на карту клиента Живика. Подарок. Новые аптеки Живика. Улица Ленина 21 и проспект Машиностроителей 2. Сегодня в программе пандемия на службе внутреннего туризма. Отдыхаем у родных берегов. Я уверен, что 2020 год войдет в историю российского туризма как переломный. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в рубрике «Слово депутата». Вирусная безопасность работает. На очереди безопасность продовольственная. Вода наша, сырье наше, рабочее наше, все наше, марка наша, а деньги туда. Почему так важно понимать, чьи продукты мы едим? В рубрике «Политдневник». Черное и белое глазами Жириновского. О памятниках упавших и пока еще устоявших. Прямо сейчас. В главной теме. Жестокое и бессмысленное убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая повергло Америку в смуту. И вот весь мир второй месяц наблюдает гибель Града на холме. Что можно сделать и как будет развиваться ситуация, рассуждал Владимир Жириновский в интервью для телеканала «Россия». Их нельзя помирить. Понимаете, когда украинцы и русские, они почти не отличаются внешне. А черные и белые, сюда будет резкое различие. Поэтому самый лучший способ все-таки несколько южных штатов передать африканцам, чернокожим. Туда передают африканцы из других штатов. Белые наоборот. Это за 20 лет произойдет. И успокоятся. Жириновский уверен, если не произвести расселение белых и черных, конфликт не закончится и захватит все части страны. Более того, расовое противостояние перебросится и на Европу. История Испании, Франции, Британии, Португалии и Италии, так же как и Америки, полна кровавых расистских сюжетов. Американцы должны понять, что они приехали туда как крововладельцы. Они уничтожили индейцы, местные исследования. Европейцы должны понять. Леопольд II – это кровопийца. Сколько погибла Конголезция? Это же все памятники стоят тем диктаторам, которые погубили миллионы и миллионы людей. Чем бы ни завершились события в Америке, Владимир Жириновский считает, что памятники любым политическим деятелям не нужно устанавливать никогда. У нас после революции большевики снесли все памятники царя и поставили себе Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский и так далее. Зачем? Снесли те памятники – это плохо, но что вы новые поставили? Сейчас мы в дереве при Ельцине начали сносить памятники им, большевикам и ставить царям. К чему эти детские игры? Никаким государственным деятелям памятники не ставили. Туристический сезон 2020 стартовал. Более 70 регионов России открыли свои двери и ждут туристов. Положительно, на развитие внутреннего туризма в этом году повлияла, как это ни парадоксально, пандемия. Все туристы, перевозчики, туроператоры обратили свой взор внутрь России. О состоянии отечественной туристической индустрии рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Правительство в соответствии с экстренными законодательными мерами, которые приняла Государственная Дума по поручению президента, разработало целый комплекс мер, которые позволяют туроператорам перевести нашего дорогого туриста не на юг, в Турцию и далее, а внутри России. На восток, на юг России, в Крым, в Сочи, в Сибирские замечательные города, на северо-запад. То есть Россия открылась своему туристу. Это очень хорошо. Правительство будет компенсировать туроператорам транспортные затраты. Чартерный флот наших авиакомпаний полностью настроен на внутренний рынок, и многие в этом году имеют возможность за сравнительно небольшие деньги отдохнуть в своей родной стране. Владимир Жириновский неоднократно заявлял, отдыхать нужно в России. Судя по всему, с этого отпускного сезона все так и будет. Сегодня, например, двухнедельный отдых с перелетом на Байкале обойдется россиянам в 45-50 тысяч рублей. Не так давно на совещании с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, наш лидер Владимир Вольфович Жириновский и я докладывали наши предложения. Недавно на Совете Государственной Думы по нашему предложению заслушивался отчет руководителя Ростуризма Зарины Дагузовой. И все предложения депутатов всех фракций переданы в правительство для учета в национальном проекте туризма. Михаил Дегтярев выразил уверенность, что будущее отрасли отдыха в развитии внутреннего туризма. И если сегодня это вынужденная необходимость, то буквально в ближайший год-два эта сфера преобразится до неузнаваемости. Чем больше туристов будет в России, тем больше навыков будет получать обслуживающий персонал, тем выше будет качество и тем ниже будут цены. Это экономика и это очевидно. Чем больше туристов будет уезжать из России, тем меньше денег будет оставаться у нас и тем выше будут цены здесь. Поэтому все в Россию, назад в деревню отдыхаем только у родных берегов. Пандемия пошла на спад. Пора возвращаться к нормальной жизни. Карантин нанес экономике страны и мира существенный урон. Самое время задуматься о безопасности. Если в защите граждан от вирусной напасти наша власть показала себя с лучшей стороны, то вот с продовольственной безопасностью у нас, ой, не все как хорошо. 80% производства продовольствия в России по-прежнему принадлежит иностранным компаниям. Это не только ненормально, но это опасно. Потому что это продовольствие, лекарства. И это все мы должны сами производить, хотя бы с точки зрения, чтобы не попасть в ситуацию, когда не прекратят поставку продовольствию. Вот полностью прекращают поставку, а у нас, допустим, своего не хватает. Мы живем из расчета поставок из-за рубежа. Поэтому сегодня продовольствие – это страшнее, чем самое современное оружие. Чем любые теракты. Ибо сегодня отравлению подвергаются сотни тысяч, миллионы людей. Потом это доходы. То есть вред со всех сторон. Вред здоровью. Удар по финансам. Невозможность развивать нашим людям по отдельным направлениям. Все, что может увеличить продовольствие и так далее. То есть никакой пользы нет. Для решения вопросов продовольственной безопасности необходима мощная протекционистская законодательная база, которая защитит российского производителя. ЛДПР не первый год выступает за полную национализацию всех торговых сетей страны. Именно сегодня предложения Жириновского звучат как нельзя кстати. Надо национализировать все торговые сети. Создать министерство торговли. В США есть министерство торговли, внутренней торговли. Министерство внешней торговли. Два министерства. У нас маленький департамент Минпром. Министерство промышленности где-то там в конце торговли. Я их спрашиваю, почему? Какой-то маленький департамент. Говорят, а чем они будут управлять? Все в частных руках. Представляете, что сделали? У нас нет ни одного государственного магазина. Ни одного государственного ресторана, столовой, кафе. Все в частных руках. А внутри частного сектора все в руках иностранца. Все заводы в их руках. То есть небольшие налоги, они здесь платят. А основная прибыль уходит туда. Вода наша, сырье наше, рабочее наше. Все наше. Марка наша, а деньги туда. Это экономически невыгодно. Морально, политически. С точки зрения безопасности. Еще одно предложение по продовольственной безопасности. Это государственная монополия на самые потребляемые товары в стране. Идее Жириновского без малого 20 лет. И все эти годы инициатива блокируется правящей партией. Остается надеяться, что кризис, связанный с пандемией, все-таки прояснит сознание правящего большинства в парламенте. Возьмите самые потребляемые продукты. Алкоголь, табак и сахар. Сахар имеют в виду все конечные изделия. Давайте национализируем. Я вас уверяю, 40% бюджета. Мы забудем про доходы от нефти. Продовольствие будет основной доход. Поэтому здесь нужен хозяин в лице государства. Особенно учитывая огромные расстояния. Кто из Камчатки на Чукотку что-то повезет? Невозможно. Кто на север что-то повезет? Кто даст тепло всей стране? Поэтому госсектор должен быть превалирующим, доминирующим. Это 80%. Потому что иначе это просто опасно со всех точек зрения.